Дорогие господа, мы продолжаем вечер профессионального голоса в городе Екатеринбург. Представляю вам широко-раундовый бой в полу-лёгком месте до 27,2 кг. Смечайте в синий угол, поезд из города Омск, Бимбед, ЕССА! Вот мы видим, выходит сейчас в ринг Бимбед. Бимбед ЕССА, боец из города Омска, провёл два боя он на профессиональном ринге. В обоих, к сожалению, для себя потерпел поражение. Имеет поражение техническим нокаутом от бойца, которого я уже сегодня называл, которого мы сегодня также увидим в нашей программе, от Марка Урванова. Техническим нокаутом он ему проиграл. Ну и вот мы видим, выходит в ринг, и сегодня он будет драться в синем углу. Это Бимбед ЕССА. Ну а соперником у ЕССА будет сегодня Супьяск Куимджан. Два боя он также провёл на профессиональном ринге. Два боя одержал победы. Оба боя он завершил судейским решением. Ему 22 года. 22 года. Оба своих профессиональных боя он провёл в 2017 году. Первый бой проходил в марте. И тогда судейским решением, единогласным судейским решением, в четырёхраундовом бою он выиграл Максима Вотова. И в следующем бою, это было как раз таки 8 июля 2017 года, также судейским решением он одолел Рамзиева тогда. Вот два боя, оба боя он закончил. Выиграл оба боя судейскими решениями, и сегодня ему будет противостоять как раз таки Бейбед ЕССА. Уважаемые дороги, господа, представлю вам соперников. В синем углу, боец из города Омск. Ему 22 года. Рост 168 сантиметров. Вес 58 килограмм 400 грамм. Профессиональный рекорд. Два боя, два поражения. Бейбед ЕССА. Его соперник в красном углу. Боец из города Екатеринбург. Ему 22 года. Рост 167 сантиметров. Вес 58 килограмм 300 грамм. Профессиональный рекорд. Два боя, две победы. Под ваши аплодисменты. Судья Скую-м-чан. Рефери. Дмитрий Голубин. Соблюдаем правила. Под затылку не бьем. Поджаряю руки. Удачи. Ну вы слышали рефери в ринге сегодня. В этом данном поединке Дмитрий Болдырев. Дал он заключительные наставления бойцам. Ну и все готово. Первый раунд у нас. Оба в стойках. Правши начинают этот поединок. Черные перчатки и красные шорты. Бейбет Йесов. И его соперник. Красные перчатки и красные шорты. Сукиас Кюм-чан. Так не торопясь начинают бойцы этот поединок. В отличие от предыдущего боя. Когда практически без разведки бросились. В размен боксеры. Хорошее попадание. От Кюм-чана. Очень расчетливо собрано. Он хорошо разбивает джебом. Хорошая была попытка нанести боковой. Но был на чеку Йесов. Вовремя он провалил. Но также не остался под удары. Кюм-чан. Тут же оттянулся. Чисто даже визуально мы видим, что гораздо атлетичнее смотрится Сукиас. Кюм-чан. Хорошее снова попадание через... В разрез блока наносит Кюм-чан. Отличное попадание. Слово от Кюм-чана. Итак, начиная вкладываться, начинает работать Кюм-чан. Попал он несколько ударов. Увидим так. Тут же прибег к защите корпусом. Би-эмбе от Йесов. Мне показалось, был он потрясен немножко сейчас. И еще вот так достаточно большое количество времени у нас в первом раунде. Снова попадает джебом. Достаточно плотно попадает Кюм-чан. Немножко сбавил тут темп сейчас Сукиас. И тут же активизировался Би-эмбет. Хорошие бойцовские качества показывает сейчас Би-эмбет Йесов. Много очень ударов он пропустил. Но, несмотря на это, не старается отсидеться в защите. Мы видим, и так даже пытается забрать концовку раунда попытаться. Вот тут немножко низковато ударил. Боец из синего угла. Хорошо, сейчас попал навстречу через руку снова Кюм-чан. Гонг. Прекрасный первый раунд. Подсказывают, подсказывают в углу. Ну, а сейчас мы видим повторы, лучшие повторы первого раунда. Больше просят поднимать с дальней руки, с правой руки Сукиаса. Каперкотом снизу работать. Ну, и добавлять потом левый крюк, вы слышали. Тут нам показывают отличную работу. Как раз таки Кюм-чана. Абсолютно справедливые такие подсказки давали сейчас в углу бойца из красного угла Сукиаса Кюм-чана. К сожалению, что говорили Биэмбет Йесову мы не слышали. И у нас второй раунд. Посмотрим, сможет ли, сможет ли реализовать вот эти свои комбинации, которые призывали работать Кюм-чана. Хорошо сейчас двумя джебами. Тут же добавил правый прямой Кюм-чан. Он попал, но не выглядит потрясенным сейчас Биэмбет Йесов. Начал, мы видим, больше раскачивать маятник, раскачивать корпусом из стороны в сторону Йесов. Понимает он, что целится, целится. Охотится за его головой Кюм-чан и начал стараться не быть легкой мишенью. Снизил количество работы джебом Сукиас Кюм-чан. Вот этот такой стиль, в котором начал работать во втором раунде Биэмбет Йесов, мы видим, приносит определенные свои результаты. Тяжело пока не может пристреляться здесь Сукиас Кюм-чан. Если в первом раунде был достаточно статичен Биэмбет Йесов, то вот во втором раунде начал очень много он раскачиваться корпусом, защищаясь. И пока-пока не дает он попасть плотно очень по себе. Опять хорошая очень двойка от Кюм-чана. Размен. Но напоминаю, что это весовая категория до 57,2 килограмма. И здесь, в принципе, достаточно должна быть очень хорошая скорость у бойцов и большая серийность. Но пока идет такая позиционная борьба. Было попадание сейчас от Кюм-чана, но это было больше сейчас потеря равновесия. Не упал, но попятился назад Йесов. В втором раунде немножко снизила активность Кюм-чан. И мы видим, так есть очень интересные эпизоды в работе Биэмбета Йесова. В принципе, вот, наверное, как раз-таки защита, которую он начал включать во втором раунде. У нас концовка второго раунда. Гонг, бойцы расходятся на перерыв. И надо отметить, что так немножко подвосстановился после тех пропущенных ударов, которые пропустил в первом раунде Биэмбет Йесов. Восстановился он немного и даже, в принципе, показал достаточно неплохую, хорошую защиту корпусом во втором раунде. Но и тот же самый Сукиас Кюм-чан снизил. Вот вы слышали, что подсказывали сейчас в углу Биэмбет Йесова. И действительно, пойдут такие уже основные раунды. Осталось два раунда в этом поединке. Из как запланированных четыре раунда всего запланировано в этом бою. И два раунда уже позади. Я думаю, в углу Йесова понимают, что сейчас Кюм-чан начнет больше прессинговать, оказывать большее давление на своего соперника. Часто, часто начал смещаться в правую сторону от себя за левую руку своего соперника. А Йесов этим самым пытаясь нейтрализовать правую руку своего соперника. Хорошим удалом крюком по туловищу сейчас достал Кюм-чан своего соперника. Снова выбросил такую комбинацию Сукиас, но на чеку Биэмбет защитился корпусом, отзащищался всю комбинацию. Вот складывается такое ощущение, что немножко функционально начал проседать Йесов и идти вот в этот размен, который ему абсолютно не на руку, конечно. Полторы минуты остается в третьем раунде. Мы видим, начал немножко тянуть на себя Сукиас Кюм-чан. Пытается, пытается он провалить своего соперника и поймать его на контратаке, так подработать, как контрпанчер. Нацелен, конечно, на попадание с дальней руки, мы видим. Кюм-чан, но пока-пока эта защита, которая защищается постоянно Биэмбет Йесов, приносит ему определенные результаты. По крайней мере, он не дает по себе плотно приложиться, попасть своему сопернику. Ну, как это было в первом раунде, мы видели с вами. Ну и гораздо плотнее начал держать руки у головы. Мы слышали, что в перерыве подсказывали Йесову следить за правой рукой Сукиаса. И вот он, видимо, начал сейчас это как раз-таки и делать. Но вот тут вот у нас произошел размен такой. Идет, 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 защищаясь корпусом вперед. Йесов. Третий раунд закончен, дорогие друзья. В принципе, немножко удалось, наверное, я думаю, по сравнению, как это было в первом раунде Биэмбету Йесову, выровнять этот поединок. Тяжело как-то сказать, что кто-то один из бойцов очень имеет явное преимущество. Ты бьешь прямые удары, все мимо. Подсядь немножко, бери снизу, по печени. Чего ты бегаешь на него? Встань, ручки поплотнее, отвечай на каждый удар. Блок, ответ, блок, раз, два, ты накинул удары. Не бегай от него, что ты бегаешь, не давай ему по себе работать. Сбивай джебу его атаки. Он готовит, начинает свою атаку. Готовит, начинает свою атаку. Слышим, подсказывают сейчас в углу у Сукиаса Куимджана. Очень правильные вещи ему сейчас говорят. Действительно, возможно, не надо пятиться сейчас от Йесова. Действительно, нужно встать, поработать. И призывают больше работать ударами по туловищу. И апперкотами как раз-таки Сукиаса Куимджана. Это заключительный раунд боя. Давайте подержим бойцом. Четвертый заключительный раунд в этом поединке. Застоялся сейчас немножко Куимджан. И тут же три удара выбросил Йесов. Все они попали в блок, но все равно очень неприятная серия. Была попытка контратаки Куимджана. Размен снова. Видим, заряжен. Заряжен на акцентированный удар с дальней руки. Сукиас Куимджан. Но внимателен и пока не дает в себя попасть Биэмбет Йесов. Какая работа в инсайде на средней дистанции. Несколько раз удалось встретить джебом сейчас Куимджану. Мы слышим, подгоняют обоих бойцов секунданты. Требуют от них гораздо активнее работы. Попадает сейчас левым боковым и тут же прямым. Сукиас. Оп. Собран. Собран и так не потрясен. Биэмбет Йесов. Несмотря на то, что пропустил достаточно два тяжелых и неприятных для себя удара. Также мы видим, снова продолжает преследовать соперника он. Между тем пошла у нас заключительная минута. Остается чуть-чуть больше даже уже 30 секунд в последнем заключительном раунде. В обоим бойцам нужна яркая концовка в этом поединке. Потому что, я думаю, так до конца еще ничего не ясно. Так, почти подгон. Очень неприятно попал, неприятно для своего соперника попал Сукиас Куимджан. Бойцы расходятся на... По углам уже. Сейчас будут сняты перчатки и объявлен победитель в этом бою. Внимание, слушаем. Чего ты право-то сняты не бьешь? Мы же его столько нарабатывали туда. Вообще, там просто вот у него руки вот так стоят. Ты не бьешь на правой сняты. Правой сняты ли вы сбоку, все бы закончилось. Я тебе говорю, бьешь прямые удары кладем в лоб. Бейцы! Омск, Россия, привет, Сандугаш. Всем родственникам Йесов. Безов лучших. Вы слышите хорошее настроение в углу Бейбета Йесова. Передает он привет всему городу Омску и своим болельщикам. Привет! Хорошее-хорошее настроение у Йесова. Я думаю, он, наверное, доволен своим поединком. Ну и ждем объявления победителя. Дорогие господа, давайте аплодисментами поблагодарим вам все за яркий поединок. Тем не менее, в этом поединке большинством судейских голосов победу одержал Сукьяс Куимджан. Да, и победу в этом поединке одерживает Сукьяс Куимджан. Это становится его третья победа и третья победа по очкам. Ну а Бейбет Йесов записывает еще одно поражение к себе в актив. Хотя достаточно интересно и, можно сказать, так грамотно постарался провести он этот поединок. В любом случае, уважение ему за этот бой. Ну а мы ждем бойцов к следующей паре. Это будет весовая категория до 69,9 килограммов. Ну а мы на повторе видим с вами лучшие моменты боя. предыдущего боя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА